Судебный рикошет. За обстрел чужой квартиры строителями пришлось отстреливаться в суде. Напомню, в июне прошлого года в Сорманском районе бригада строителей с помощью пистолета и угроз пыталась выбить деньги у своих клиентов. Дмитрий и Анастасия Гришина заявили, что строители некачественно выполнили свою работу и поэтому не получили оплату в полном объеме. Разозлившись, работники обстреляли им квартиру. Пулевое отверстие. Одно. Вот первое. Практически на уровне лица. И раздался еще три выстрела последовательно. Ну вот один, второй и третий. Я просто открыла дверь, вижу стоит человек и говорит такие вещи, что если твой муж не отдаст мне денег, я убью тебя, убью твоих детей. Неужели твоя жизнь и твоих детей стоят 10 тысяч рублей? То, что я стрелял по нему и не попал, это только начало. Я делал в квартире ремонт, я пришел на объект, увидел одного человека в состоянии алкогольного опьянения, другого человека, который отбивал штукатурку молотком для мяса, причем моим молотком. Отдал ему 5 тысяч рублей и сказал, что дальше я буду делать работу сам. Проходит почти месяц, человек начинает мне звонить и говорит, что я ему должен еще 11 тысяч 500 рублей. Я тебе скоро пришлю факс, прям в голову пришлю, понял? ***, ты, если сам ***, ты хоть твоя семья спокойствие купи. Что значит купи своя семья спокойствие? Дело принципное. В итоге Дмитрий Гришин обратился в суд, строителей нашли, возбудили уголовное дело, однако работники своей вины не признают. Говорят, ни в кого не стреляли, никому не угрожали и даже телефонный разговор с угрозами и тот забыли. Все это сфабриковано, я думаю, что все станет на места свои. Я не стрелял по окням, этому нет ни одного подтверждения. У меня был, конечно, момент испуга, но его отчетливое лицо я видел, не каждый день в тебя стреляют. Вину он свое не признает, мало того, он еще после заседания суда и после очных ставок периодически мне говорит, отдай мои деньги. Дальше будет хуже, это только начало, ты не знаешь с кем связался. Вот квартиру, зачем приходили к жене и угрожали ей? Вообще не было такого. У нас имеется видеозапись от телефонного разговора. Что это за слова? Это же угрозы, да? Нет, прямых угроз там нет никаких. Дмитрий предложил прислать ему факс по всем вопросам, я ему сказал, что отправлю тебе факс. Нет, а факс прилетит в голову, вы говорили. Ну а что ему еще сказать? Куда ему факс отправлю? В голову? Ну то есть вы не придаете значения этим словам, да? Это ерунда все слова. Ну 11500 рублей, а так они и есть в голове у него. Поселились, так и остались. Саша сказал, что раз ты пошел на принцип, ну все с тобой понятно, некогда с тобой разбираться. Ну тоже пойду на принцип, буду свои деньги выбивать все равно. Ну каким образом он собирался выбивать эти деньги? Ну как, ну звонит, напоминает просто. Ну как коллекторы, да, звонят? Ну грубо, да. Я ему нисколько не должен. Это четкий ответ. Сколько заработал, сколько наработал, столько и заработал. Кстати, если строители признают виновными, то по статье «Проникновение в жилище и хулиганство», по которому судят работников, их может сдать до двух лет лишения свободы.